Итак, мы продолжаем нашу тему Новиим. Это книга пророков. Малые, большие, поздние, ранние пророки. И мы остановились с вами на Самуиле. Самуил продолжает свою деятельность как судья Израиля. Мы говорили о том, что дети Самуила были недостойны продолжить именно позиции правления Израиля как судей. И народ выдвинул свою гипотезу, как они хотят видеть развитие Израиля в то время. Самое интересное, хочу, чтобы вы понимали, хотя это и желание народа, то есть изменить политику, геополитику, принципиально было заложено, которое в переселении во время пустыни. То, что Господь есть Царь, Он есть Господь, Он есть Владыка, Ему поклоняться. И мы видим первое царство, или первое Самуило, где подтверждает эта тема о том, что не тебя не отвергли, Самуил, не расстраивайся, не тебя не отвергли, а не отвергли меня, то есть мое руководство. Но при всем этом мы заметили то, что возвращаясь в авторозаконие, мы увидели ту историю, которая, может быть, многими людьми не замечается, о том, что Моисей оставляет как бы от Господа повеление. Когда народ придет в землю и захотят выбрать себе царя, то вот такого царя они должны иметь. Мы также сравнивали с вами позицию авторозаконии, что Бог говорит относительно царей, и то, что сказал Самуил относительно Саула. Фактически не Саула, а о царе в полном смысле слова, как бы о том, кого хотели выбрать израильтяне в себе в царе. И причину мы нашли. Причину – это неспособность руководства, быть руководимы судьями, хотя судьями, хотя судьи не являлись как судьи закона или законоположения, как юридическая юридическая. Это больше были как судьи, которые помогали выйти из проблем. Мы видим, это войны, которые велись с судьями. И Самуил также был вовлечен в это. Мы также видели, что во время первой книги Самуила Израиль теряет свой ковчег. Он забран, они примерно около 30 лет были без него. И важная тема о том, как выбрался, выбирали Саула. И вот здесь начинаем 9 главы 1 Самуила, или же 1 Царств, 12 главы, 12 стих, извините, пожалуйста. Кто-то из вас громко. Те отвечали им и сказали, «Есть, вот он впереди тебя, только поспешай, ибо он сегодня пришел в город, потому что сегодня у народа жертвоприношение на высоте. Когда придете в город, застанете его, пока он еще не пошел на ту высоту, на обед, ибо народ не начнет есть, доколе он не придет, потому что он благословит жертву, и после того станут есть званные». «Итак, ступайте, теперь еще застанете его, и пошли они в город. Когда же вошли в середину города, то вот и Самуил выходит навстречу им, чтобы идти на высоту. А Господь открыл Самуилу за день до прихода Саулова и сказал, «Завтра в это время я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помажь его, правителя народу моему, Израилю, и он спасет народ мой от руки филистимлян, ибо я презрел на народ мой, так как вополь его достиг до меня». «Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему, «Вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим». И подошел Саул к Самуилу в воротах и спросил его, «Скажи мне, где дом прозорливца?» И отвечал Самуил Саулу и сказал, «Я прозорливец, иди впереди меня на высоту, и вы будете обедать со мною сегодня, и отпущу тебя утром, и все, что у тебя на сердце, скажу тебе. А об ослицах, которые у тебя пропали уже три дня, не заботься, они нашлись. И кому все вожделенное в Израиле? Не тебе ли всему дому отца твоего?» И отвечал Саулу и сказал, «Не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилевых, и племя мое не малейшее ли между всеми племенами колена Вениаминова? Чему же ты говоришь мне это?» И взяв Самуил Саула и слугу его, и вел их в комнату, и дал им первое место между званами, которых было около тридцати человек, и сказал Самуил повару, «Подай эту часть, которую я дал тебе, и о которой я сказал тебе, отложи ее у себя». И взял повар плечо, и было при нем, и положил пред Саулу, и сказал Самуил, «Вот это оставлено, положи предо мною и ешь, ибо к всему времени сбережено это для тебя». Когда я созывал народ, и обедал Саул с Самуилом в тот день, и сошли они с высоты в город, и Самуил разговаривал с Саулом на кровле. Утром встали они так, когда взошла заря, Самуил возвал к Саулу на кровлю и сказал, «Встань, я провожу тебя». И встал Саул, и вышли они оба из дома, он и Самуил. Когда подходили они к концу города, Самуил сказал Саулу, «Скажи слуге, чтобы он пошел вперед нас, и он пошел вперед, а ты остановись теперь, и я открою тебе, что сказал Бог». Интересно, правда? Очень интересная тема, потому что фактически по желанию Израиля дай нам царя, который, как у всех народов. И фактически, если вы смотрите, как будто Господь говорит, «вот я выбрал человека, который спасет Израиль». Выбор был Божий, с одной стороны, правда? Но в другом месте, мы читаем, в 13 главе, что Бог отверг Самуила, извините, Саула по причине каких-то непослушаний. Может ли такое быть, что Бог ошибается? Вот человек, которого я избрал, который спасет. И в то же время Бог говорит, «я отверг». Нет. Другими словами, что Бог не ошибается, но здесь какая-то загадка, здесь есть какая-то тайна, которую мы судим. Почему? Потому что, когда мы потом дальше перейдем к Давиду, избрание Давида было другим, немножко. Уже не шлось обычным откровением, когда Господь сказал, «Вот это человек, который я избрал». Использовалось уже священодействие и использовалось откровение, которое для потом для выбора самых царей. Здесь важность того, что Давид все-таки как человек наверное больше имел преступлений, тяжких преступлений, нежели Саул. Если так брать по серьезности, то где справедливость? Где справедливость о том, что Саул был отвергнут, когда Давид очень много грешил. И вот мы конечно разберем этот момент, но я думаю, мое личное мнение, что избирает, даже и Бог избрал Саула по желанию сердца человека. Потому что Писание говорит, желание боящейся его, он что? Исполняет. Боялся ли Израиль в то время Господа? Я думаю, что да, потому что Самуил был таким революционером. Он довольно серьезно начал говорить к Израилю. Хотя мы замечаем, что там были еще высоты, там еще были какие-то еще вещи, но в одни Самуила мы уже встречаемся с таким выражением, как сом пророков. Мы видим, что они просят жертву, куда-то приносили жертву, хотя в это время еще не было самого Ковчега, он был в плену. Где-то что-то еще происходило, то есть тайна, которую нам сложно понять, но Бог все-таки благоволил. Очень часто мы хотим поставить какие-то особенные рамки, что Бог хочет делать и если этого не будет, то служение не считается легитимным, не считается действительным. Но здесь Самуил действует со властью и весь народ фактически ожидал этого царя как от Господа. И я думаю, это лично мое мнение, что вот Бог дал Саула по желанию сердца людей. То есть как бы в мыслях людей этот человек должен быть сильнее всех. этот человек должен выделяться среди всех. Если у нас царь, то он должен быть видимым всеми людьми, всеми царями. Если у нас царь, то он должен быть мощным, сильным и так далее. И здесь Самуил идет с Господом в откровении таком и посылает Бог Самуила навстречу Саулу и говорит, вот этот человек, вот я избрал его. Мое мнение по желанию человека. То есть получается демократическое избрание одногласно. То есть вы высказали мнение и он получил. Замечали ли вы, что судьи в Израиле тоже очень часто избирались с Богом из колена Вениаминова. Да, заметили, да, вот? А еще интересно, в каком еще еще один человек по имени Саул тоже был из колена Вениаминова? Павел, правильно, Равшаул. Тоже и то же самое имя. То же самое имя. Как будто в Новом Завете Брихаташа идет знаете, вот реставрация или же может быть сказать больше восстановление того первого царя Саула, который был непослушный и так далее из колена Вениаминова и как бы идет другой служитель Божий, который производит перемены в жизни всего мира. Третья часть Нового Завета была написана Равшаулом. Павлом из колена Вениаминова. Интересно, такие моменты, где, знаете, вот такое слово redemption, это искуплительная позиция. Я вот как бы думаю о том, что если Саул, который был избран Богом, ведь не сразу пришло его как бы отвержение от царского трона. Не сразу, правда? Сколько Саул царствовал в Израиле? Сколько он царствовал? Примерно. Кто знает? Кто больше даст? А кто еще больше даст? А кто еще больше даст? Ты уже совсем старый. 40 лет. 40 лет он был царем в Израиле. Я думаю, что это довольно серьезная позиция. Серьезная позиция в Израиле. И при том, что Давид был тоже помазан царем, но не стал, пока не умер прежний царь. Удивительная позиция, потому что в чем согрешил Саул? В чем согрешил? 13 главу открывайте Самуила или Первое царство. Читать откуда он не послушался или от того, как он все имели? 15 глава там получается Самуил сделал все сожжения. С 15 стиха посмотри. там все три главы. Три главы. Там 12, 13, 14, 15 идет. Давайте начнем читать, что происходило в то время с самим Саулом. Мы сделаем перерыв, но перед тем, как мы сделаем перерыв, мы вернемся к этой вещи. Подумайте о том, что произошло, какой грех сделал сам Саул, что происходило. И фактически вот эта история очень показательна. Вроде бы и богобоязненность была, страх какой-то был Саула. И при всем этом какое-то невежество, о котором мы поговорим после перерыва.